На связи Чуваша и Калининградская область военнослужащие Балтийского флота, уроженцы республики, смогли поговорить со своими родителями, несмотря на расстояние. Цифровые технологии это позволяют. Подробности у Дмитрия Ковалева. Такая возможность пообщаться с родными по видеосвязи военным морякам выпадает крайне редко. В распорядке экипажей боевых кораблей не минуты свободного времени. Эта служба и трудна, и почетна. Балтийский флот стоит на страже западных рубежей страны. Сыновья возмужали, говорят мамы новобранцев, не скрывая слез. Мы тоже очень рады, что сыновья служат у вас. Достойно выполняют свой горький флот и спросить там всех, мужчин и женщин тоже, потому что мама это крепкий тыл мужчины. Сын Ирины Роживиной Никита уже планирует остаться на флоте, служить по контракту. Папа у Никиты, он у нас служил в Германии. Он прапорщик. А то, что он в полосочку, мне очень нравится. Чувства родителей моряков, временно исполняющие обязанности главы региона, понимает прекрасно. Олег Николаев, вот он на фото, дослужился до заместителя командира взвода. А сейчас его старший сын, курсант военного училища. Сейчас он на третьем курсе учится, будущий офицер. Ну вот сейчас уже похоже, ну я вижу во всяком случае по эмоциям, ему очень нравится. Потому что, ну человек, во-первых, привыкает, а во-вторых, когда все-таки привыкаешь вот к этому режиму, дисциплине, возникает и гордость тем, что делаешь, что что-то получается. Очевидно, что вот такие наши современные боеспособные вооруженные силы, как на суше, так и на воде, очень важны для того, чтобы позиционировать нашу страну как равноправного участника международного права. Название «Чувашия» ракетному катеру было присвоено пять лет назад. А в конце 2017 года и у города Новочебоксарск появился подшефтный корабль. У республики Балтийского флота давние связи. Долгое время западные широты охранял и пограничный сторожевик «Чебоксары». Также мы представляли нашу республику главным военно-морском параде в последние три года подряд. В этом году также планируется. Ребята, которые проходят службу по призыву, достойно завершат свой год службы. Лучшего примера для призывников трудно пожелать. Слова благодарности командующим флота Олег Николаев выразил за заботу о ребятах. Всех их мы ждем бравыми, здоровыми, готовыми дальше уже служить здесь, на территории Чувашии. И решать, может быть, не военные, гражданские, но не менее важные задачи по развитию нашей республики. Ну а делегацию республики ждут в Балтийске на торжествах, посвященных Дню военно-морского флота. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Павел Иритков. Республика.